Как же, ну как соединить эти кончики? Хочется сделать раз... Вуаля! И все готово! Концы соединены. Но как же это сделать? Давайте сейчас я вам расскажу об этом. Дорогие друзья, зрители моего канала, здравствуйте! Меня зовут Марина, и я очень рада, что вы нашли время и решили посмотреть это видео. Сегодня я хочу поговорить с вами о пряже Атлана Гросса Кэш Силк. Это очень красивая пряжа, очень приятно, тактильно. И посмотрите, какие красивые вещи из нее получаются. Из этой пряжи получаются очень красивые аксессуары, шапки, шали, шарфы, палантины, также большие изделия, кардиганы. Все в ней очень хорошо и красиво, и приятно. Есть только одно НО. При вязании больших изделий приходится соединять несколько клубков вместе. То есть, рано или поздно вы в любом случае столкнетесь с тем, чтобы соединить кончики. Здесь в составе 15% шелк, 15% кашемир, 30% вискоза и 40% полиамид. Эта пряжа относится к шнурковым типам, то есть шнурочек, в котором волокна пряжи. За счет этого пряжа очень объемная, и весь этот вкусный состав прячется в полиамидном шнурочке. Но именно поэтому, когда вы вяжете любое изделие, вы неизбежно столкнетесь с проблемой, как же соединить концы между собой. Если завязывать узелок, то это будет очень толсто и заметно в полотне. Если провязывать две нити вместе и отводить их в сторону, это тоже очень толсто и тоже заметно. То есть, у нас встает вопрос, как же соединить кончики при смене клубка. Именно сегодня я расскажу вам способ, которым это можно сделать. Сделать. Итак, давайте приступим. Нам понадобятся ножницы, иголка с большим, широким ушком, не очень острая. Итак, мы берем кончик от одного клубка. И посмотрите, мы там внутри видим в шнурочке волокна пряжи. Нам нужно немного раскрыть шнурочек, чтобы мы могли вот эти волокна целиком, ниточку вот эту захватить, а шнурочек, как чулок, стянуть по волокнам. Вот так захватываем крепко и, не боясь, стягиваем вниз. Примерно вот такой длины, сантиметров 10-15. Будет достаточно. И вот эти волокна пряжи отрезаем. Убираем. Вот посмотрите, что у нас получилось. Теперь сам шнурочек расправляем. На просвет видно, где у нас пряжа осталась, а где нет. То же самое проделываем со вторым кончиком. Тот, который мы хотим присоединить к новому клубку. Также находим вот этот вот край шнурочка. Растягиваем его, захватывая вот эту внутреннюю часть пряжи. Стягиваем шнурок. А вот эту пряжу отрезаем. Все, вот эти части нам не пригодятся. Просто откладываем их. И растягиваем шнурок. Теперь берем иголку. Нам нужно вставить шнурочек в иглу. Вот таким образом. И посмотрите, я сейчас буду вводить иглу вот в место, где у нас соединяется, где у нас осталась пряжа. Прокалываю и внутри шнурка иголочкой провожу как можно дальше. Аккуратненько, не торопясь. Например, вот здесь. И вывожу вот здесь иглу. И сквозь вот это вот все пространство я вытягиваю вот этот наш шнурок от второго клубка. Все, снимаю. И то же самое я сейчас сделаю со вторым кончиком нити. Точно так же его продену в иголочку. И вот в это место, где у меня начинается пряжа, внутри шнурка, я должна ввести иглу. И провести ее внутри шнурочка. Для надежности можно подальше провести, чтобы вы не переживали, что ваши концы разойдутся. И вот так вот вытягиваем иголку и кончик нити. Все, подтянули. Теперь что мы делаем? Мы вот эти вот все наши ниточки расправляем внутри. Видите, что у нас получилось? Красота. Немножко подтягиваем. Отрезаем вот эти висящие кончики. Поправляем. И со вторым кончиком делаем то же самое. Все. Посмотрите, какая красота. Никакого утолщения. Никакого узла. Нить плавно переходит одна в другую. Очень простой способ, но очень эффективный. Получается очень прочное соединение. Оно совершенно не утолщает нашу нить. Оно не расходится в разные стороны. То есть, можно его растягивать. Как видите, я очень сильно тяну. И оно остается на месте. Именно для этого мы вот эти вот пустые концы шнурка так далеко заводили вот в один и в другой конец нити. Если это будет цвет один, то совершенно незаметно получается. Но даже вы посмотрите, у меня цвета разные, но граница только вот видна. А то, что внутри там еще есть шнурок от другого цвета, это тоже незаметно. То есть, и в полотне это будет незаметно. Думаю, девочки, которые любят вязать вот из этой пряжи какие-то большие изделия, очень будут рады такому способу, потому что в кардиганах очень часто приходится менять и присоединять новые нити, потому что метраж у этой пряжи довольно маленький, всего лишь 75 метров. Потому что в любом случае это все равно за счет такой толстой структуры нити все эти узлы, они видны. Например, вот в такой шапке, если вот вы будете растягивать ее, то, конечно же, любое узелок, как бы хорошо вы его не прятали, все равно он будет давать утолщение и он будет заметен. Вот, а так получается очень ровно и красиво. Кстати, описание этой шапки у меня есть в Инстаграме, также в моей группе ВКонтакте. Не забывайте, подписывайтесь, ищите. Если вам интересно, то вяжите. Также я вяжу себе шапку. Сейчас вот хочу связать с большим отворотом. Как видите, вот для этого мне потребовалось присоединение нового клубка. Я хочу скомбинировать два вот эти цвета. Большое спасибо, что вы посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на канал. До встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok